Львы, приветствую вас! Давайте посмотрим ваш расклад на июнь месяца. И первая карта для вас, карта Тройка Жезла. Тройка Жезла говорит о том, что вы уже в начале июня месяца будете стоять перед выбором. Здесь может выбор уйти от старой работы или выбор в отношении. Одинокие люди будут выбирать между двумя человеками. Здесь может быть то, что вас будет касаться. Но это большинство для всех, это карта выбора, принять какой-то выбор в начале июня. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это Рыцарь Мечей. Рыцарь Мечей от вас уже в начале месяца требуется принятие решения. Это не то время, когда нужно подумать только. Это время, когда уже вы должны делать какие-то шаги. Если вы хотите быть счастливы, тогда нужно уже начать какие-то действия. Здесь как-то, знаете, выбор бороться. Для некоторых бороться за своё место под солнцем, бороться за свою жизнь. Для вас это как-то будет как выбор, как тяжёлый. Давайте посмотрим следующая карта, да, на начало месяца. Это Десятка Пентакли. Хочу сказать, что те, которые находятся в отношении, у вас в отношении будете стоять перед выбором. Может быть уйти из отношения или продолжать быть в этих отношениях, в эту семью. Но здесь всё-таки показывается самое главное принять правильный выбор, да, правильное решение, да. Здесь одинокие люди, да, это касается вашего фундамента, это ваша, знаете, стабильность, да. Если вы хотите быть счастливы, да, здесь как-то карта бороться для этого, да, карта не отпускать руки, да, всё-таки постараться, да, найти с себя баланс. Вот оно и в начале месяца. Давайте посмотрим на середине. Для вас это карта дьявола. Карта дьявола хочу как предупреждение. Люди, которые семейные, длительные отношения, будьте аккуратны. Почему карта выбора, да, выпадает. И карта дьявола будет говорить о том, что у вас будет искушение в середине, да. Может быть будет искушение, да, с кем-то ещё пообщаться, с кем-то побыть в отношении. Всё-таки постарайтесь не входить в других отношениях, да, в середине месяца. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это пятёрка мечей. Может быть, знаете, у вас будет такое состояние в середине, да, дьявол. Потому что от вас, да, может в прошлом была такая ситуация. И у вас переживание, да, чтобы опять у вас это не повторилось, да. Чтобы вы как-то стоите на страже в парадке. У вас всё-таки страхи, что вы можете как-то всё-таки дать возможность с кем-то общаться. Или какие-то, ну, переписки это здесь есть. Да, и поэтому у вас карта выбора. Как говорится, думай пока, да, пока ты что-то сделаешь, да. Потому что искушения, да, в середине они так будут. Давайте посмотрим следующая карта. Восьмёрка жезла. Восьмёрка жезла, как я сказала, здесь может быть общение, переписки, интернет. Да, у вас будет это сильно искушаться, да. Поэтому постарайтесь ни с кем в июне месяц не дать себе возможности с кем-то пообщаться, да. Да, люди одинокие, тоже будьте аккуратны, потому что здесь может быть для вас как искушение, но может быть с человеком, который не свободный, да. Человек, который как бы не знает, что выбирать, да, семья или вот ходить как-то на стороне. И всё-таки нужно обращать внимание. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас. Это карта смерти. Карта смерти говорит о том, чтобы поставить точку, сделать таким, те, которые находятся в отношении, даже если будет это искушение, да, знаете, разрыв сделать. Потому что этого не стоит всё-таки, этого не нужно сделать. Знаете, карта смерти ещё говорит, что вам всё-таки нужно начать какой-то новый этап в вашей жизни. Вы должны понимать, что всегда искушение будет, но вы должны быть стойки перед этими искушениями, да. Если вы выбрали, да, вашу семью в своё время, так не нужно вот в середине искушаться, да, тебе только, возможно, даже переписываться, да. Но постарайтесь всё-таки поставить точку над этим. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Восьмёрка Пентакли. Работа над собой. Работать, работать и ещё раз работать для того, чтобы вы не попали в это завестимое искушение, которое вы можете, как в прошлом. Здесь всё-таки стоит работать, да, потому что всё-таки в своё время, если вы будете стараться, у вас это получится. И вы получите свои плоды, своё время, когда нужно. Давайте посмотрим следующая карта, да, карта совета, что вам высшие силы советует. Держать свой баланс, держать свою стабильность, постараться контролировать себя. Потому что здесь шаг налево, шаг направо, те, которые находятся в отношении, они могут терять вот именно стабильные отношения. А почему вы можете терять? Потому что здесь может открыться так, как в прошлом, какой-то переписка, да, будьте аккуратны. Вот с телефоном, да, с кем вы общаетесь, с кем вы разговариваете и где вы разговариваете. Конечно, для моей дороги, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канал. Спасибо.